которая была и есть, и остается ведущим лидером в области иммунопрофилактики производства вакцин. Ну и когда компания, которая производитель номер один, и для нее качество тоже самое важное, вдруг одномоментно в течение двух недель умирает пять детей именно от вакцины этого производителя, я поняла, что кричать бесполезно и говорить что-то, рассказывая, что я мировой лидер, производитель, это просто в никуда, вот вы себя защищаете поэтому. Поэтому я понимаю, что есть адекватные люди, которые все-таки профессионалы, и, к сожалению, их очень мало, потому что у нас, когда все плохо, то народу покричать гораздо больше. Ну и мы тогда сделали это скорее как возможность высказывать мнение специалистов, профессионалов, отстаивать вакцинацию, потому что уже понимали, что это все закончится плохо. Стало понятно, что закончится все плохо еще в 2008 году, когда случай гибели ребенка во время массовой вакцинации против кори, которое не доказано, так и не доказано о том, что этот ребенок, Антон Тищенко, умер вследствие вакцинации. То, что притягивалось за уши, то, что были вовлечены и масс-медиа, и прокуратура, и даже на какой-то короткий период закрыли главного санитарного врача, то есть это абсолютно не доказывало того, что мальчик умер от вакцины. Просто на тот момент, в 2008 год, была очень сильная оппозиция и очень слабая власть. И оппозиции нужны были те случаи, которые бы показывали, что власть не справляется со своими задачами. И вот, к сожалению, большому иммунопрофилактика, в частности массовая кампания против кори, она была вот таким вот инструментом, послужила, к сожалению, большим инструментом, который нанеслась сумасшедший вред иммунопрофилактике в Украине в целом. Это произошло, это был май месяц 2008 года. После этого развернулась активнейшая кампания, зацепила уже и мировых брендов. Это была индийская вакцина, довольно приличного качества. Она была преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а вакцины, которые преквалифицированы, то есть если там, не дай бог, хоть что-то не совпадает, ВОЗ никогда в жизни не подставит свой вердикт. Поэтому к вакцине вопросов не было. Но очень хотелось и политикам, и чиновникам, и медиа, вот знаете, как слон в посудной лавке. То есть когда это начало происходить, вот эта массовая истерия, мы понимали, чем это грозит всей иммунопрофилактике. Ну так и получилось. Если у нас в 2008-м, то есть мы очень долго шли по пути качественного календаря, который был бы идентичен нашим странам-соседям. И пришли к этому. У нас действительно на 2008-й год были очень хорошие вакцины в календаре. Мы единственные на территории стран СНГ, которые были идентичны европейским календарям. У нас первых появилась ацеллюлярная вакцина против полимелита. Мы первые начали делать комбинированную вакцинацию. То, что в одном шприце ребенок получал 5 вакцин, и это сокращало и приходы в поликлинику, плюс это была и сильно качественная вакцина. Это была Франция, и это была Бельгия. Мы ввели, как бы страна ввела хибинфекцию, вакцину против хибинфекции. Это тоже был такой прорыв. Наши страны-соседи это сделали все гораздо позже нас. А это вакцина, которая защищает маленьких деток от отитов, синуситов, ранние простуды. То есть это то, что должно быть, и вот как закон для того, чтобы ребенок был защищен от этих спонтанных вещей, на которые, к сожалению, есть управляемые инфекции, есть неуправляемые. Управляемые – это те, которые управляются с помощью вакцин. Так вот, с помощью вакцин Украина действительно на момент 2008 года была очень хорошо защищена. Когда мы вошли вообще, когда я начала заниматься иммунопрофилактикой, в частности вакцинами, мы с чем столкнулись? С тем, что это было полное в регионах непонимание, зачем это надо. То есть произошел развал Союза, и за 2-3 года никто не занимался иммунопрофилактикой, был полный провал, и мы в 1994, в 2003, в 2004 году получили массовую дифтерию. И тогда народ уже понял, что, наверное, что-то надо делать, потому что поставки прекратились из соседних стран. И тогда французская компания и многие другие мировые доноры дали вакцину бесплатно, для того, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию. Потому что это, прежде всего, влияет на соседей. То есть, если границы у государства есть, инфекция границ не имеет. Поэтому, естественно, и та же массовая компания против кори, она была построена на том, и дали вакцину исключительно для того, чтобы упредить вот это распространение, чтобы локализовать. Потому что если страна, как бы корь, выходила за пределы страны, соответственно, как бы страдали бы все европейские страны, которые находятся рядом. Поэтому, вот, в связи с этим была массовая компания вакцинации. Дальше, что касается, как бы, ну, как бы роста иммунизации, вот 2008-й у нас было почти 95%, и это была наша гордость. А вот уже после 2008-го аккуратно начался спад. Я вам скажу, мы делали такую работу, где доказывали абсолютно, каким образом информационные поводы влияли на вакцинацию. Вот, и у нас есть, допустим, есть 2008-й, потом был 2009-й, значит, это ажиотаж против вакцины, пентоксим, искусственно созданный, тоже спад-спад. В чем разница между производством, допустим, вакцин и таблеток? В том, что вакцина – это очень продукт, который требует очень длительного изготовления. И, естественно, вот сегодня на сегодня заказать нельзя, поэтому ее нужно только планировать, планировать заранее. То, что мы делали в Санофи, мы заказывали на протяжении, допустим, я за год заказывала наперед тот объем, который будет нужен. Вот, там пройдут торги, хорошо, но даже если мы не победим, то мы, вакцина будет, она не пропадет, она где-то будет использована в мире. Но начали сбиваться графики. Страна начала как бы пребывать в каких-то панических истериях, вот, объем. На какой-то момент еще вакцины были, приходили, потом начал падать спрос. Вакцины были, спроса не было. Началось движение против вакцинации в стенах Верховного Совета, о том, что вакцинация должна быть добровольна. Вот, мы со своей стороны, как бы, как иммунный счет, начали доказывать, что добровольное данное в какой-то части, почему должны страдать другие дети, потому что начал снижаться коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет, вот, если порядка 70% детей, допустим, в детском саду привито, то остальные 30%, ну, так, как бы, могут не прививаться, они будут защищены автоматически. Но уже 70% нет, то есть ниже, 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 соответственно, мы сегодня видим и столбняк, и дифтерия. У нас сумасшедший рост коклюша, который сегодня не показывают, вот, потому что показать, что это коклюш, значит, нужно показать, что ребенка не прививали. А в карточке у него написано, что вы прививали, потому что все равно в детском саду, в школе требуют, что вы покажите, что вы привиты. Соответственно, мама платит за то, чтобы была в карточке надпись, что вакцина сделана. А если ребенок заболевает банальным коклюшем, который предупреждается, вот, пишут бронхит, и все. Следующая история, как бы еще тоже то, что мы отслеживаем. Те вакцины, которые приходят, тот же Пентоксин, закупается, Инфандрикс, Глаксосмитрия, это уже очень хорошие, качественные продукты. Врачи понимают, что опять начинается ажиотаж, с вакцинами дефицит. Что происходит? Вакцина, которая приходит за бюджет, она автоматически попадает в аптеку. Вот, и врач направления, хотите хорошую вакцину, покупайте. То есть вакцина, которая пришла бесплатно на государство, продается. Поэтому искусственный ажиотаж еще и создается на местах. То есть тему, как бы, очень любит пресса. Вот, все считают себя там большими специалистами. Мы вышли на то, что уже начали, не просто, как бы, громко говорить, начали громко кричать. Мы провели три круглых стола. Вот, и на каждом из столов мы говорили, ребята, помнитесь, у нас нет государственной политики в области монопрофилактики. У нас нет позиции государства. Мы на сегодняшний день абсолютно не защищены. У нас дети нарушаются права ребенка. Уже если родитель принимает решение за ребенка, что ему это не нужно, какое он имеет право, должен нести за это ответственность. И, к сожалению, вот, пока вот эти популистские все заявления, говорю, и в стенах Верховной Рады, и, ну, как бы, чиновники от медицины, те, которые, скажем, к сожалению, задумываются о том, что если завтра с его ребенком это произойдет, что он будет делать. Вот, ну, и привело к тому, что сегодня и мировые производители сказали, вы там разберитесь, потому что мы не можем по, как бы, щелчку пальцев, как бы давать тот продукт, который вы хотите, вот, прямо на сегодня. Вот, поэтому сегодня то, что уже включились международные организации, Енисеф, да, это с одной стороны хорошо. Мы сегодня, в общем, имеем определенный спектр вакцин, которые защищают наших детей от инвестиционных заболеваний, но перебои с поставками. Сегодня 15-16 год уже почти, сентябрь и окончание, идут поставки только на 15-й, за 15-й год. Только буквально недавно поступило БЦЖ, вот, буквально днями там информация была от Минздрава. Вот, бешенство тоже, то есть, но весь этот период, полтора года, страна была без вакцин. На сегодняшний день где-то потребность покрыта на 50%, потому что провал вакцинации, да, этих деток, которые родились сейчас до года, провакцинируют, но осталась же масса детей, которые не вакцинировались, то есть, это дополнительные иммунизации. То есть, сегодня, дай Бог, чтобы мы выровнялись к концу следующего года, то есть, пришли к вот этим нашим уже мечта, опять те же 95, которые мы имели. То есть, если говорить о том, кто виноват, ни профессионализм, ни понимание, как бы, то есть, местечковость мышления, ни желание думать с точки зрения, как бы, государства и завтрашнего дня, ни желание защитить то поколение, которое завтра будет эту страну, скажем, обеспечивать и рабочими местами, и не только. То есть, ну, фактически ставить под угрозу то поколение, которое сегодня рождается. Умышленно, не умышленно, не могу, ответа нет, но у нас, как бы, вещи, которые кажутся умышленными, они просто происходят просто в силу халатности, вот, необъективности каких-то местных, маленькой выгоды, вот, знаете, как это, польза, риск, да, то есть, вот сейчас фармпрепараты регистрируются на основе, как больше пользы или больше риска. Если больше пользы, то, да, препарат остается, если больше риска, то нет. Вот здесь то же самое, то есть, здесь эта граница пользы-риск, она очень-очень-очень размыта. Вот, поэтому, если мы говорим о том, как бы, антивакцинальная компания, ну, знаете, когда, как, там, идет, допустим, как лавина, да, то есть, она уже сметает на своем пути все, и в этот момент, как бы, притягиваются все, кому это выгодно. Вот, поэтому на фоне антивакцинальной компании были, как бы, пиар делали себе политики, вот, мнение, вакцинируем, не вакцинируем, надо, не надо, вот, чиновники, которые, как бы, яростно боролись, общественные деятели, сегодня это международные организации, и те, кто, как бы, рядом с ними работает, возле донора, то есть, это вот такая тема, которая на слуху, и сегодня проще поговорить об иммунопрофилактике, быть там экспертом, чем говорить о внутрибольничной инфекции, где, фактически, люди, как бы, умирают не после операции, операции проходят прекрасно, а того, что потом происходит с этим человеком, в каких условиях он живет, зайти в больницу, это ужас, кошмар, поэтому выгоднее говорить о том, что на слуху и видно, а то, что не видно, прячется, поэтому он вот так, наверное, ширма. Елена Валентиновна, у меня вопрос уточняющий, насколько можно прогнозировать в ближайшей или среднем ближайшей перспективе на 5-10 лет, к чему подобная политика может привести, скажем, ну, вот через 10 лет, по Вашему мнению? Столб, помните, не помните, наверное, когда Вы приезжаете в ту же, там, Вену, где там у нас такие красивые памятники, эти столбы, это чума, помните, ну, есть такие, как бы, столбы, да, где ставились в память тех погибших, которые погибли во время чумы, я не говорю о том, что чума, вот это может быть вот так вот, но на фоне всех остальных стран, если это не прекратится, если мы не начнем возвращать уровень вакцинации, то у нас будет дифтерия, у нас будет коть, у нас будет банальная краснуха, вот, а это девочки, которые в детородном возрасте, если переболевают, то рождаются дети инвалиды, это тот же паратит, вот, это тот, что касается мальчиков, то есть, это вот столбняк, ну, то есть, элементарно, к чему это может привести, вы не вакцинированы, против дифтерии столбняка, вы порезались, у вас инфекция попала, вы не защищен, вы погибаете, бешенство, укусила собака, вакцины нет, вот, то же самое, вы погибаете, то есть, это приведет к увеличению смерти, на сегодня Украина находится на втором месте по смертности населения, на втором, вот, ну, если не остановить хотя бы в этом процессе, то мы окажемся вообще... Чнишниги должны быть первыми, Минздрава, правительство. На сегодняшний день мы сделали достаточно, скажем, показали путь, по которому нужно идти, первое, что нужно сделать, нужно собрать деньги в этой власти, вот, то есть, допустим, на совете РНБУ, вот, где бы было четко, как бы, оговорено, что медицина, это обучение сегодняшних студентов, то есть, это грамотность повысить обязательно, это изменить учебные программы. Дальше, допустим, Министерство образования, то есть, это совместно с Министерством образования разработать программы по другому, по изменению, как бы, отношения к самой, ну, на профилактике, тоже среди детей, то есть, начинать проводить какие-то уроки, тоже там, гигиены, вот, ну, почему в нашем, в моем детстве, да, то есть, я прививки не боюсь, если нужно, уколюсь, все, и не было вопрос, какой вакциной, что еще, то есть, нужно, министерство информации, это министерство информации должно быть со своей стороны заинтересовано в том, чтобы давать определенную, там, рекламу, да, вакцинации, здоровье нации, и параллельно, я думаю, что должно быть выработано какой-то ряд актов, подзаконных, там, законов, не знаю, которые бы запретили тем, которые касаются безопасности государства, на этом пиариться, безжалостно, то есть, как это сделать, я не знаю, я считаю, что нужно уже делать более жесткие шаги, потому что, к сожалению, демократия, она к хорошему не приводит, судя по результатам, мы сегодня видим рост заболеваний, практически всех, которые можно упредить, вот, ну, а что, что касается Минздрава, то есть, Минздрав должен стоять во главе этой политики, и четко, как бы, отслеживать, чтобы именно этот курс, контролировать ситуацию по уровню вакцинации, вот, понимать, что какие риски существуют, и скорее, как бы, таким координатором проекта, вот, государственного, так. Если вернуться к тезису о том, что нужно всегда установить причину, а не следствие, и если отбросить вот эти политические спекуляции, которые в 2007-2008 начались, что было наибольшей первопричиной вот этой всей антииммунной кампании? Это качество вакцины, это неумение эту вакцину применять, что вот... Это была неподготовленная кампания по массовой вакцинации? Плохо подготовленная. Оказалось, что она должна лечь легко на благодатную почву. Но 9 миллионов доз, это 9 миллионов населения, 9 миллионов детей. Естественно, как бы, плохо подготовленный медицинский персонал, вот, плохо проведена была предварительная работа в информационном поле, все люди не понимали ни зачем, ни что. Вот, то есть, скорее, не профессионализм. качество вакцины, качество вакцины вопросов не было. Да, кричали о том, что вот это Индия и так далее, но, опять же, это была вакцина предоставлена всемирной организацией здравоохранения. Этой вакциной прививается полмира. Вот, ну, подобная вакцина или подобного производителя. Эта вакцина прошла по реквалификации. И потом, после уже того, что произошло, вот, когда все-таки было государство вынуждено остановить эту кампанию, потому что, ну, другого выхода Минздрав уже не видел, они не понимали, они остались один на один. От них отвернулись все институты власти, вот, и они были вынуждены уже как-то выкручиваться. Но, к сожалению, другого пути, как остановить вакцинацию, они не нашли. Поэтому, что послужило дальше, как бы, что дальше было, дальше мы вот все уже знаем. Ну, и какая-то, наверное, доля авантюризма со стороны политиков, они просто ухватились за эту тему. И, я же говорю, сильная оппозиция, слабая власть. Как вы думаете, мы, ну, в плане Украины и власти Украины остались эти проблемы одни на одни, или, возможно, будет какая-то помощь со стороны всеми организаций здравоохранения, или, наоборот, санкций? Мы не остались как раз сейчас, уже все, когда, знаете, когда мы говорили, это в 10-м, в 11-м, в 12-м, вот, когда мне всячески блокировали вообще любые движения, вот, рассказками про антикоррупционную составляющую, что там чуть ли не все. Это была банальная смена, как это, была смена режима, соответственно, была смена людей, а уже какой повод под это выбрали, это уже, там, второй вопрос. ну, что еще, как, ну, будут ли санкции со стороны всеми организаций? Яка не помогает сегодня, наоборот, да, то есть, ЮНИСЕФ помогает именно поставками, вот, ВОЗ очень сегодня заинтересован в том, чтобы у нас была стратегия по иммунопрофилактике, именно вот в таком мировом ключе, то есть, существуют стандарты, эти стандарты сегодня ВОЗ всячески поддерживает, ну, и, естественно, как бы эксперты ВОЗа, вот, и сотрудники ВОЗа помогают, проводят общие, они участвовали с нами тоже в круглых столах, мы, даже, я короткий период побыла советником ВОО-министра по иммунопрофилактике, и в этот период, что было тоже отрадно, провели коллегию в Мездраво, где вопрос по иммунопрофилактике очень поднимался, и как раз ВОЗ очень готовы и заинтересованы делать совместную общую группу вот экспертов, чтобы эту стратегию по вакцинации внедрять, привлекая различные институты, выйти на уровень Кабмина, и ее уже, как бы, утвердить, и по этой стратегии двигаться, чтобы не было никаких инсинуаций, и максимальное доверие профессионалам, вот, и дистанцироваться от тех, кто может только помешать, то есть нам нужно дойти до определенного уровня охвата, но, и то, что сегодня, тоже то, что было, как бы, на коллегии, и не только, поднялся вопрос о вакцинации против гриппа, сегодня это тоже очень-очень актуально, потому что идет осень, сегодня страны соседние с нами, страны, которые, допустим, зарубежные, прививают те группы риска, которые подвергаются, наиболее, ну, наиболее подвержены риску заболеть гриппом, это, в частности, Беларусь на 9 миллионов населения закупает 3 миллиона дозы вакцин, а вот наши соседи на 150 миллионов населения закупают порядка 30 миллионов доз вакцин, в Англии ты можешь спокойно, бесплатно провакцинироваться, вот, где-то во Франции, там, это за счет страховой компании, вот, но в основном, как бы, правительство старается своих людей защищать, потому что грипп это прежде всего осложнение, и на этом фоне, в этот период, осенне-зимний, умирает, смертность вырастает в разы, вследствие того, что человек хронически болеющий, заболевает гриппом, и это приводит к летальному исходу, то есть, сегодня еще статистика у нас плохо налажена, но даже на том фоне, в котором есть, мы имеем по прошлому году 352 смерти от гриппа, то есть, по подтвержденному диагнозу, поэтому сегодня очень актуально стоит вопрос о том, что если мы говорим о государственной политике, о защите государства, то, наверное, нужно все-таки подумать о том, как нам защитить те группы риска, которые есть, это те же медработники, это те же учителя, это те же беременные мамы, дети, это идеально, но это слишком большой объем вакцины, это достаточно большой объем денег, тут уже хотя бы, хотя бы хоть кого-то, чтобы мы, хочется быть цивилизованными, одни со с圓ом, Но у меня очень находится